Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Нападение на Пёрл-Харбор. Гавайская операция. К 1939 году большинство военных и политических руководителей Японии стали понимать, что единственным препятствием для завоевания господства в Восточной Азии были США. Войну с США японское Верховное командование планировало начать с удара по американской военной морской базе Пёрл-Харбор на Гавайских островах, где базировались основные силы Тихоокеанского флота США. Проведенные главнокомандующим Первым флотом вице-адмиралом Ямамото морские штабные учения показывали, что японцы имеют шанс добиться перевеса, только если этот удар будет внезапным. Адмирал приступил к разработке плана нападения на Пёрл-Харбор. Первоначально главная роль в операции отводилась подводным лодкам, применение авиации не планировалось. В августе 1941 года положение изменилось. Будучи горячим сторонником военно-морской авиации, Ямамото предложил использовать для нападения на Гавайи авианосцы. Применение авиации многим казалось слишком рискованным, так как имелась реальная возможность потерять несколько кораблей этого класса. План нападения на Гавайскую базу США, получивший название «Основное содержание операции Императорского флота», помогла утвердить штабная игра, проведенная в обстановке полной секретности в Морской академии. Ее целью было нанесение внезапного удара по Гавайским островам. Начальник морского генерального штаба Нагано доложил прибывшему в Токио Ямамото план нападения и сообщил, что для его реализации потребуется шесть авианосцев. 26 ноября 1941 года японские корабли покинули залив Хиракапу на острове Итуруп и, соблюдая полное радиомолчание, взяли курс на Гавайи. Маневренное соединение, выдвигавшееся к Перл-Харбору, возглавил адмирал Нагумо. Во время перехода командование японских ВМФ производило ложный радиообмен, имитируя нахождение всех крупных кораблей во внутреннем Японском море. 1 декабря 1941 года император Японии Хирохито принял решение о начале войны. В атаке должны были участвовать палубная авиация, а также пять малых подводных лодок, которым предстояло проникнуть на базу американского флота в ночь перед авиаударом и торпедировать линейные корабли противника. Двум японским эсминцам была поставлена задача обстрелять авиабазу на острове Мидуэй, чтобы отвлечь внимание противника. На борту авианосцев размещалось около 400 самолетов. Перед этим соединением была поставлена задача нанести внезапный удар по Перл-Харбору с целью причинения, возможно, большего ущерба Тихоокеанскому флоту США. Военно-морское командование присвоило этой операции кодовое название «Операция Зет». По данным разведки, американский флот находился на своей базе. Однако оперативный план предусматривал нанесение удара по американским кораблям и в случае их выхода из гавани. Согласно плану операции, японский флот должен был скрытно подойти к Гавайским островам и уничтожить американские корабли самолетами с авианосцев. Авиации предстояло действовать двумя эшелонами с интервалом в полтора часа. В случае, если противник попытается нанести удар или японцы встретят более сильную группировку, следовало провести упреждающий удар. По окончании операции маневренное соединение должно было немедленно возвращаться в Японию для ремонта и пополнения боеприпасов. К утру 7 декабря Нагумо вывел соединение в район оперативного развертывания в 400 километрах от острова Оаху. В соответствии с планом, подлодки попытались проникнуть в бухту. Но этот маневр не удался, и две из пяти задействованных в операции подлодок были потоплены американскими патрульными катерами при входе на базу. Несмотря на это, американцы не приняли никаких дополнительных мер по усилению обороны базы. В 6 часов утра первая волна японских бомбардировщиков и истребителей поднялась с авианосцев. Спустя полтора часа они достигли бухты Пёрл-Харбор и, не встречая ни малейшего сопротивления, атаковали американские корабли и аэродромы. Американцы сами облегчили задачу японским бомбардировщикам тем, что их корабли стояли в гавани скученно, а на аэродроме самолеты были сосредоточены в центре летного поля. Построенные на палубах кораблей экипажи с удивлением и ужасом наблюдали, как под звуки американского гимна бомбардировщики противника с воем пикировали над их головами. Пороховые погреба американских кораблей были открыты для планового проветривания, и взрывавшиеся в них бомбы разламывали корабли пополам. Американские истребители догорали на аэродромах, так и не успев подняться в воздух. В ходе первой атаки японцы потопили три линкора, потеряв только девять машин. Вторая волна самолетов, встретив более или менее организованный отпор, все же смогла довершить разгром. Большинство американских самолетов, расположенных на островах, было уничтожено. Японцам также удалось потопить четыре линкора и еще столько же вывести из строя. Кроме того, американцы потеряли крейсеры, два танкера, а многие корабли получили серьезные повреждения. Две первые атаки японцев были настолько успешными, что адмирал отказался от первоначального намерения нанести удары под оком и нефтехранилищем. За два часа Ямомото удалось нанести американскому флоту тяжелейшее поражение за всю его историю. Однако главная задача нападения, уничтожение американских авианосцев, выполнена не была. Этих кораблей не оказалось в Пёрл-Харборе, так как в то время они находились на маневрах. И все же японское руководство восприняло почти безупречную атаку Ямомото как триумф. Нота о начале войны из-за технических накладок была вручена правительству США спустя час после удара по Пёрл-Харбору. Узнав об этом, Ямомото сказал, «Я надеялся, напав на Пёрл-Харбор сразу же после объявления войны, нанести смертельный удар американскому флоту. Теперь я не могу представить себе более страшного оскорбления американцев. Боюсь, всё, что мы сделали, пробудит спящего гиганта и преисполнит его решимости победить». Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой её части без согласия правообладателя является незаконным и влечёт уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.